МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа «Республика». С главными событиями вторника вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Панова. Вот главные темы выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Регионы – новые источники роста. В Чебоксарах открылся 8-й экономический форум. Старт дан. На территории индустриального парка положено начало строительству новых производственных мощностей. Новые возможности. В исторической части города состоялась церемония пуска газа на ветке газопровода. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уже восьмой год подряд. Летом на несколько дней столица Чуваши превращается в экономическую столицу Поволжья. Сегодня, 23 июня, стартовал Чебоксарский экономический форум. В прошлом году Чебоксарский экономический форум прошел под девизом «Регионы России устойчивое развитие». На тот момент Россия уже почти два года была полноценным участником Всемирной торговой организации. Российскому бизнесу предстояло начать играть по новым правилам российским регионам, выстраивать конкурентную политику и продолжать развиваться в сложившихся условиях. Тогда многие эксперты отмечали, снижение импортных пошлин увеличило приток недорогой иностранной продукции на отечественный рынок. Наиболее уязвимой оказалась экономика регионов, чью основу составляет пищевая, легкая, химическая промышленность и машиностроение. Буквально за год ситуация перевернулась на 180 градусов. И вот уже одна из главных тем импортозамещения. А девиз форума «Регионы» – новые источники роста. У нас вся промышленность, вся экономика, по сути своей, все-таки сосредоточена в регионах. Люди работают там. И поэтому очень важно, чтобы наши предприятия в тех новых предоставившихся экономических возможностях, я как раз считаю, что возможности, которые, общая экономическая ситуация, которая сложилась, как раз дает очень большие и для регионов, и для предприятий. Это и по импортозамещению, для производства новой продукции. Это для налаживания, может быть, когда-то утерянных связей, для создания новых. Я думаю, что вот в рамках сегодняшнего форума очень важно будет обсудить, какие новые механизмы нужны поддержке промышленных предприятий. Форум представляет собой сочетание конференций, семинаров, круглых столов, деловых встреч в самых разных отраслях. Малый и средний бизнес, тяжелая и легкая промышленность, транспорт, энергетика, строительство. Среди тем механизмы стимулирования предпринимательской активности в регионах, источники финансирования и меры поддержки индустриальных парков, оценка регионального инвестиционного климата. К форуму, как нельзя, кстати, подоспели результаты национального рейтинга. Согласно нему, Чуваша в десятки регионов с самым благоприятным инвест-климатом. Чувашская республика, как известно, имеет очень высокие рейтинги, как регион с очевидной инвестиционной привлекательностью, как регион с очень благоприятным предпринимательским климатом. Здесь, в руководственном республике, делается все, на мой взгляд, необходимое для того, чтобы экономика развивалась, а вместе с Чувашской экономикой развивалась экономика национальная. Михаил Васильевич Игнатьев создал дееспособную команду, которая работает мощно, она видна на общероссийском фоне. Кроме того, рейтинговое агентство «Эксперт РАП» подтвердило рейтинг кредитоспособности Чувашии по национальной шкале на уровне А+. Рейтинг уровня А+, по нашей шкале самый высокий А++ – это страновой потолок, поэтому А+, это очень высокий рейтинг. Прежде всего, это очень аккуратная бюджетная политика, то есть правительство не занимает больше, чем оно может отдать. Свидетельство вручили на пленарном заседании, но состоялось в непривычном формате беседы. Модератором стал Антон Хреков. В регионах именно действительно в первую очередь малый и средний бизнес – это тот триггер, за счет которого экономика должна расти. Хотелось бы спросить у Олега Фомичева, статс-секретаря заместителяминистра экономического развития России, вот как вы считаете потенциал малого и среднего бизнеса? Можно как-то развить, экстраполировать на международное сотрудничество. На самом деле, малый бизнес уже давно привлечен к международным контактам, правда, не в таком большом объеме, как этого хотелось бы. Просто если говорить вообще, есть ли какое-то одно, единственное, что называется таблетка, которая лечит все лекарства, то это, безусловно, малый бизнес, потому что у этой таблетки, у этого малого бизнеса сразу много ролей очень разных в экономике. Малый бизнес является подушкой, которая спасает экономику от серьезного падения во время кризиса. У нас здесь потенциал, безусловно, огромен, но серьезно недоиспользуемый. В рамках пленарного заседания состоялась презентация логотипа республики. Это начальный этап создания бренда Чуваши, того, с чем будет ассоциироваться наш регион. Логотипом работали специалисты в области дизайна, истории, этнографии. Очень большое внимание уделено сбору информации по вот этому, как бы, уникальным характеристикам Чувашской республики, которые можно было бы представить, в хорошем смысле продать в другие регионы за пределами Российской Федерации. Это центральный элемент, который обозначает, с одной стороны, солнце, с другой стороны, движение, динамику, вот это генерирование, да, может быть, даже солнечную батарею. По самослу авторов, синий цвет символизирует небо и воду. Зеленый напоминает об экономичности и природных богатствах. В рамках форума состоялось подписание ряда соглашений о сотрудничестве. Между кабинетами министров Чуваши, агентством кредитных гарантий, ассоциацией русских и турецких предпринимателей. Также подписали протокол заседания рабочей группы по расширению научно-технических, торгово-экономических и культурных связей между Чувашской республикой и Республикой Беларусь. Эти дни мы будем работать в поте лица с одной единственной целью, чтобы появились у людей новые идеи, чтобы предпринимательское сообщество почувствовало внимание со стороны органов власти. На разных площадках бизнесмены будут говорить свои предложения. Власть должна услышать и власть должна сделать один шаг в сторону бизнеса, как мы обычно делали. На дискуссии у экспертов, политиков, предпринимателей два дня. Форум продлится и 24 июня. Ольга Пырычкина, Александр Петров, Республика. Сегодня в столице Республики положено начало строительству очень важных объектов. Символичную капсулу заложили на территории индустриального парка. Совсем скоро резиденты начнут возводить здесь производственные помещения. Официальный старт дан также строительству многофункционального центра в Калининском районе. Индустриальный парк – детище современной экономики. Образец частного государственного партнерства. Власти финансируют строительство необходимой инфраструктуры на резиденты вкладывают собственные средства в создание производств. В итоге занятость населения, новые рабочие места, развитие экономики в целом и малого бизнеса в частности. Проекты будут реализованы и будут созданы высокотехнологичные, высокопроизводительные рабочие места для наших креативных, целеустремленных, талантливых, одаренных людей. Люди, они молодые, которые будут работать. Более 700 рабочих мест будет создано. Это является ключевым показателем. Если взять доходную часть, и мы посмотрели, оценили цифры, практически в течение 10 лет уже начала работы производства, мы пополним доходную часть консолидированного бюджета прогнозно 3,5 миллиарда рублей. Участок площади 23 гектара уже оснащен необходимой инфраструктурой для обеспечения производственной деятельности. Адрес технопарка – проспект трактора строителей. Открытие индустриального парка большое значение имеет для города. Во-первых, для экономики города. Мы говорим, что инновационные предприятия, те предприятия, чья продукция будет востребована в дальнейшем, как раз здесь будут открываться индустриальные в парке. Наша задача, глава республики, к этому привержен, что поддерживают малый и средний бизнес. И для этого чиновники должны создавать условия. Вот сегодня реальный пример, когда созданы условия, когда федеральные, республиканские средства и местный бюджет скоперировались вместе. И сегодня мы увидим открытие новых производств. Если вот посмотреть инновационные, востребованная продукция, и каждое предприятие здесь и нанотехнологии, кто предприятие производит, каждое предприятие уникальное, разные направления. На площадке индустриального парка разместят свои производства 9 субъектов малого и среднего предпринимательства. Уже готовы начать строительство предприятий «Энергомаш», «Бирс» и «ДМ-сервис». Кстати, среди всех резидентов парка «ДМ-сервис» – единственная нерегиональная компания. Этот проект для нас не облачный. То есть мы реально знаем, что мы хотим достичь, как мы будем это делать и какой результат мы можем получить. На настоящий момент у нас завершаются проектные работы по данному участку. Это площадь 8 гектаров, производственных площадей где-то порядка около 10 тысяч квадратных метров. Мы планируем, что на данной площадке будут производиться имплантанты, стенты. Это для кардиоваскулярной хирургии, для улучшения кровоснабжения и, соответственно, весь инструмент, который необходим для проведения операции и расходные материалы. Начало строительства положила торжественная церемония закладки капсулы с посланием будущему поколению. Внимание! Даю старт всем резидентам! Приступать к работе! Дополнительный офис многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Калининском районе уже строится. Но сегодня состоялась символическая закладка первого камня. О преимуществах МФЦ жители района уже наслышаны. Так что появление дополнительного офиса рядом с домом их явно радует. Я рад, что в сегодняшний день заложили фундамент многофункционального центра, который доступен для нашего Новоюжного района. Я думаю, что многофункциональный центр доступен для всех. Принципы одного окна намного облегчают жизнь наших граждан. Чтобы по кабинетам не бегать и не собирать данные определенной бумаги, здесь, собирая сам гражданин, может сдать в одно окно и все через определенный период времени подойти и забрать уже данные документы. Уже к концу этого года здесь заработают 32 окна. Кстати, сегодня в республике действует 27 МФЦ. Электронными услугами пользуются почти 70% жителей. Юлия Важенина, Олег Якимов, Республика. В рамках Чебоксарского экономического форума по традиции проходят круглые столы, семинары и деловые встречи. Импортозамещение – одна из основных тем. Сегодня эксперты обсуждали состояние российской промышленности и возможности регионов в условиях санкций. Уже очевидно, что российским регионам необходимо стать привлекательными для инвесторов. Развитие экспортный потенциал сейчас могут помочь только инновационные продукты. Импортозамещение, отмечают эксперты, это мощный стимул для развития внутренних резервов. Участники круглого стола отмечают, выигрыши останутся только те предприятия, которые сделали ставку на модернизацию технического процесса. Чувашские предприниматели эти возможности используют сполна. Чуваши уже участвуют в программах импортозамещения и интерес, который здесь мы видели на круглом столе, он очень живой. Я думаю, что все возможности, которые предоставляет федеральный центр, будут чувашским бизнесом просто высосаны до дна, высосаны полностью. Так что все возможности будут использоваться. Другое дело, что этих возможностей не так много, как иногда кажется. У нас не осуществляется масштабных программ модернизации инфраструктуры. У нас не осуществляется программ защиты рынка российского. Более того, российский рынок открыт на распашку. И при этом, естественно, он на поле злоупотребляет своим положением без всяких ограничений практически. И в результате очень многие производства неконкурентоспособны. Эти проблемы разрешить возможно. Эксперты говорят, что на пути к замещению импорта необходимо сделать двойной маневр и устранить возможные риски. С одной стороны, переломить динамику инвестиций, которые устойчиво снижаются. С другой стороны, соответственно, не допустить того, чтобы деньги подприятия совсем жестко ломанулись в зарплату. Нам, конечно, не следует допускать дальнейшего плата, они уже не на уровне. Регионам, отмечают эксперты, сейчас необходимо нацелиться на поддержку экспортно-ориентированных проектов. Но дело не только в идеях. Зачастую предприятиям сложно самостоятельно выйти на зарубежные рынки. Без центров экспортной поддержки регионам сейчас не обойтись. В России существует предприятие, единственное, которое производит пожарную технику. Ну, не все, а эти детали, вот эти детали, гидранты, там и так далее. А только предприятие. Мы обратились в 12 стран и 4 уже подтвердили готовность без тендеров рассмотреть вопрос их закупок. Ну, как может предприятие, когда находится в Арзамасе, и которое, я не знаю, как там проделать эту экономическую область, да, в ВСФО-2. Оно понятен не в том, какие образы можно лицать. То есть, я могу сказать, что я подниму создавать такие структуры. Вот такая структура сегодня имеется, ну, одна из немногих, по-моему, регионов, это в Чебоксаре. Для иностранных инвесторов регионы становятся привлекательными, говорят участники круглого стола. Эту тенденцию сохранить удастся, уверены эксперты. Но ключом к успешному будущему могут стать только инвестиционные проекты. Медриковалев, Расиль Мухаммедов, Республика. Вопросы инновационного развития и улучшения инвестиционного климата обсуждались и в ходе встречи временно исполняющего обязанности главы Чуваши с экспертами Чебоксарского экономического форума. Михаил Игнатьев рассказал о планах по развитию сети многофункциональных центров и работе по принципу одного окна за счет возможностей модельных библиотек, а также об увеличении поддержки малого и среднего бизнеса. Быть на таком высоком форуме сегодня в Чувашской республике – это просто честь для Агентства кредитных гарантий, потому что мы видим, как здорово, как серьезно, как эффективно меняется экономика, сфера поддержки, особенно малого и среднего бизнеса. И на такой благодатной почве с такими показателями, конечно, очень важно новые инструменты внедрять, привносить, чтобы действительно все более и более мы могли поддерживать нашего предпринимателя. Ковосство региона, на самом деле, это главный фактор, который сейчас в России определяет, насколько регион успешен, насколько создан инвестиционный климат. Чуваши, на мой взгляд, в этом плане повезло, что, собственно, и доказывает девятое место в общероссийском рейтинге. Это очень высокое место, с учетом того, что есть такие лидеры, безусловные, как Калуга, Татарстан. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Без этого газопровода инженерные сети не смогли бы пропустить необходимый объем топлива. Здесь сложные инженерные коммуникации, стесненность. Иногда приходилось по миллиметру проходить газопровод, чтобы не забить ни одну коммуникацию. Там и линии, и сокровольные линии, водопровод, канализации. Все то, что есть там, по-другому говоря, под землей еще один город. Все это сложности, понимаете, разрешалось как комиссионные, согласительные мероприятия. Но факт то, что ни один человек пристроить газопровод, претензий не предъявится. Наверное, даже многие не почувствовали, что это построили газопровод. Цель – обеспечить бесперебойным сложением газом четвертый микрорайон города. Для этого мы используем современнейшее оборудование, итальянское Роветти, для того, чтобы подсоединить новую сеть, не отключая потребителей. Раньше такие работы мы делать не могли, не было оборудования. Но с недавнего времени это оборудование силами нашей организации было закуплено. И по всей республике мы такие резкие производим. Чувашия вошла в число регионов, где газификация осуществляется на средства «Газпрома». При участии акционерного общества на территории Чувашии построены многие социально значимые объекты. В частности, по программе «Газпром детям» введено в строй 5 многофункциональных спортивных площадок. Инвестировано 250 миллионов рублей в строительство многофункционального ледового дворца «Чебоксар-Арена». В 2015 году будет введен еще один объект – это газопровод высокого давления в Новочебоксарске. А также завершится разработка проектно-сметной документации газопровода в Заволжье. Это создаст дополнительные условия для быстрого экономического развития территории. 1 миллиард 300 миллионов рублей выделено на прокладку газопроводов в разных муниципальных образованиях. Но в данном случае тот проект, который мы долго обсуждали, долго спорили, в конечном счете проект реализовался. И все те вопросы рабочие, которые возникали во время строительства, они на самом деле разрешены. Поэтому я благодарен тем специалистам компании «Межрегионгаз», в целом руководству «Газпрома» за те принятые волевые решения, ибо они выделили свои 500 миллионов рублей, свои деньги, инвестиции в город Чебоксары, Чувашскую республику. Татьяна Молокова, Алена Алтухова, Олег Якимов, Республика. В столице республики открылся музей Чувашской вышивки. Организаторы постарались собрать в одном месте лучшие образцы национального искусства. На старинную вышивку посмотрели и мои коллеги. Уникальная, многоцветная, символичная. Так можно сказать о Чувашской вышивке. Она отражает всю историю и самобытость чувашского народа. На протяжении многих веков лучшие мастера Чувашии писали историю с помощью узоров и орнаментов. Сегодня все это можно увидеть в одном месте – в музее Чувашской вышивки. Традиционная Чувашская вышивка, как один из основных видов прикладного искусства чувашского народа, несет в себе идею сохранения и популяризации национальных культурных традиций. Идея объединився в одном месте витала в умах музейщиков давно, но лишь в этом году ее удалось осуществить. Коллекция собиралась много лет. Это очень важное событие в республике, потому что для чувашского народа вышивка – это практически все. В вышивке отражается мировоззрение народа, отражается миропонимание, понимание красоты. И вышивка Чувашская – это уникальное явление вообще в мировой культуре, благодаря смысловой нагрузке, которую она несет. Экспозиция одного из залов посвящена истории развития чувашской вышивки с древнейших времен. Здесь собраны уникальные украшения и народные костюмы. В другом зале – современные технологии этого удивительного искусства. Особая ценность музея – работа известных вышивальщиц. Это наше самое ценное, что мы имеем, вот наша республика, вышивка. Ни один народ России не знает столько прям шутя, сколько Чуваши. Вот это самое ценное. И это надо передать молодежи, передать ученикам, чтобы они не забыли. Сейчас в музее работают пока два зала. В планах – организация стационарной выставки костюмов чувашского народа. Отдельные стенды планируется посвятить художникам по вышивке. Кроме того, планируется открыть мастерскую чувашской вышивки, где будут проводить мастер-классы и интерактивные занятия с детьми. Так уверены создатели музея, сохранятся культурные традиции и самобытность чувашского народа. Татьяна Леонтьева, Сергей Рябчиков, Республика. В эти минуты на Красной площади продолжается фестиваль «Родники России». Он открылся сегодня, 23 июня. В этом году в фестивале принимают участие 19 коллективов из 16 регионов России, в числе которых Владимирская, Калужская, Московская, Ивановская области, Крым, Карелия, другие субъекты федерации и Республика Беларусь. Помимо центральной площадки, концерты участников фестиваля пройдут в микрорайонах города. 24 июня в 17 часов от Национальной библиотеки начнется театрализованное шествие участников фестиваля «Родники России». Оно завершится на Красной площади гала-концертом, который зрители национального телевидения смогут увидеть в прямом эфире. А на Арбате выставили свои работы мастера декоративно-прикладного искусства. Все они участники конкурса «Русь мастеровая». День Республики в прямом эфире. 24 июня Национальное телевидение Чувашии будет транслировать основные праздничные мероприятия. Уже в 12 часов дня начнется трансляция Всечувашского Акатуя. В прямом эфире Национальное телевидение покажет и фестиваль творческих коллективов «Венок дружбы». Он откроется в 13 часов. В 19 часов на нашем канале зрители смогут увидеть выступления участников фестиваля «Родники России». Телемарафон продлится до ночи. В 22 часа начнется трансляция фолк-дискотеки, а сразу после показательная программа и подведение итогов 8-го международного фестиваля фейерверков. Сегодня в 22.30 в нашем эфире смотрите прямую трансляцию фестиваля фейерверков. Все участники представят свои пиротехнические шоу. Они посвящены 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Оценить качество выступлений участников фестиваля фейерверков сможете и вы. Интернет-голосование будет организовано на официальном портале органов власти кап.ру. Подсчет голосов завершится 24 июня в 14.00. Сегодня в 21 час на нашем канале смотрите интервью по существу. Гость студии, член Совета Федерации Чувашии Константин Косачев. Таким был этот вторник глазами корреспондентов программы «Республика». Я Ольга Панова с вами прощаюсь и до встречи в эфире национального телевидения Чувашии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова